В станице Петровской продолжается строительство универсального спортивного комплекса. Завершить все работы планируют к концу лета. В спорткомплексе можно будет заниматься спортом и взрослым, и детям, играть в волейбол, футбол, баскетбол, проводить соревнования и тренировки различных спортивных секций. В прошлом году на территории Петровского сельского поселения приступили к строительству современного физкультурно-оздоровительного комплекса. В станице, где проживает свыше 13 тысяч человек, такой спортивный объект был просто жизненно необходим. На сегодняшний день все основные виды работ уже выполнены. Осталось только закончить благоустройство территории, а внутри здания привести все в порядок для сдачи объекта в эксплуатацию. И по улице закончить благоустройство у нас. Есть моменты тоже. Там щебень вырублены благоустройство закончить, разметку сделать, тактилки поставить. Небольшие работы, но они... Спортивный комплекс в станице Петровской построен благодаря участию муниципалитета в краевой программе на условиях софинансирования регионального и местного бюджетов. Общая площадь объекта свыше 1300 квадратных метров. Глава района Роман Сенеговский, пообщавшись с подрядчиками, поставил задачу не затягивать завершением работы и сдать объект в сентябрю. Мы все сделаем до 23-го. Вот и все. До 23-го. Расписать все и все закончим. В Славянском районе уже есть опыт строительства таких универсальных спортивных объектов. В станице Анастасиевской был построен аналогичный спортивный комплекс, который очень востребован у жителей. Его современная материально-техническая база позволяет не только тренироваться спортсменам, но и проводить соревнования краевого и всероссийского уровней. Удачная практика строительства универсальных спортивных комплексов на территориях сельских поселений будет продолжена. В планах администрации района начать возведение спортивного объекта в хуторе Голицын Кировского сельского поселения. Что касается станицы Петровской, это новый спортивный комплекс, построен рядом с сельским стадионом, который нуждается в ремонте. Глава района Роман Сенеговский совместно с руководством управления по спорту, главой поселения и строителями обсудил планы по его будущей реконструкции. В объект проектирования полный капитальный ремонт вот этого здания с обследованием, он в техническом состоянии намного хуже, чем в Бараниковском стадионе. Дальше это беговые дорожки полностью, это трибуны, довести до ума, как все по-нормальному сделать. И это ограждение территории, скажем так, ограждение со всеми антитеррористическими нормами. Сейчас готовится проект реконструкции стадиона для подачи его на участие в краевой программе. В планах администрации района привести в порядок всю территорию вокруг нового спортивного комплекса. Уже построенная площадка ГТО, отремонтированный стадион, хорошие подъездные пути и сам комплекс станут единой современной площадкой для занятий спортом для петровчан самого разного возраста. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Продолжение следует...